Вот видите, пол оторвался, он же был, вот пол, вот видите, вот уже заметно, вот краска, вот пол ушел на сколько. Здесь на два пальца ушел, принтус вот ушел, он же был наравне, это ушло все вниз. И вот пол весь вот такой вот, потому что мы ходим, вот так вот все. Пол ходит ходуном, жильцы ходят на цыпочках. И так уже 10 лет. Любовь Васильевна вспоминает 2004 год. Я сидела в кресле на кухне, в комнате. И произошел такой треск. Я сидела в кресле, что кресло пошло вниз. Вот стояла пятипредметная стенка, ну, мебельная. Она наклонилась в середину комнаты, открылись все двери. И как стояла вот посуда в стопочке, она посыпалась вся на пол. Я вскочила, я не поняла, в чем дело. Оказалось, в квартире снизу снесли все перегородки, в том числе и несущие. Частный предприниматель захотел сделать там магазин. Вот только проведя перепланировку, он оставил четыре верхних этажа буквально без опоры. Квартира серьезно перекосила. Насколько страшно здесь находиться, наша съемочная группа почувствовала на себе, когда внизу начали стучать. Перекрытие тут же отреагировали. Здесь не то, что жить, ходить страшно. Пол начинает вибрировать от шагов и даже звуков. Трещины поползли по всем стенам. Такое ощущение, что квартира буквально висит в воздухе и все вот-вот рухнет вниз. Десять лет жители обивали пороги инстанций. В попытках доказать, что перепланировка незаконная, судились четыре года. И прошлым летом суд обязал предпринимателя устранить нарушение. Но тот почему-то не торопится. Любовь Васильевна уже и засыпать боится. У меня вообще я не сплю. Вот я вам честно говорю. Я вам честно говорю, я засыпаю в шесть утра. Я могу вообще не спать ночь. Я уже за себя ладно. Я прошла 59 лет. Не за детей, за внуков. Они вбегут ко мне в комнату. Я говорю, тише, не заходите, не прыгайте. Предпринимателем уже занялись и судебные приставы. И сегодня проектировщики нагрянули в магазин для технического обследования перекрытия. Решение будет в результате проведения полного обследования, определения прочности материалов, конструктивной схемы конструкций, поверхностных расчетов. После этого будет заключение и разработан чертежи на усиление. Тем временем к делу уже подключился Следственный комитет. Проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей чиновниками мэрии и надзорными контролирующими органами. Чтобы осуществить перепланировку, граждане должны были обратиться в соответствующие компетентные органы с проектно-смертной документацией, которая прошла должную экспертизу. После этого компетентные органы должны были проверить эту документацию и выдать разрешение на перепланировку, проконтролировать надлежащее исполнение перепланировки, убедиться, что оно не представляет опасности для жизни и не повлечет за собой подобного рода негативных последствий. Ну а жильцам пока только и остается ждать и верить, что их дом переживет все эти разбирательства и не рухнет в какой-то момент. Елена Тимонова, Андрей Куцов, Новости 24.